Здрасте-здрасте, всем привет. Так, ладно, поехали. Мы с вами закончили первую главу, и меня сразу перекидывает на вторую, это клёво. А я всё так же не смог найти себе жёлтый галстук. Так. Закажи в инете. Да, но найти долго будет, мы уже закончили игру спеем. Да, да, много времени прошло, все это знают. А, о чём это я? А, да, две разные версии одной поразительной истории. Одна от гиперионца, придумавшего коварный план по свержению своего конкурента. Он перехватил тайную сделку с удивительной наградой, ключом от хранилища. Найти сообщников было просто. А вот настоящий ключ отнюдь. Вторая история от эфиристки с Пандорой, которая затеяла сделку по продаже фальшивого ключа. К сожалению, не всё всегда приходит, проходит, ну знаете, как задумано. неиспользованная пуля, заработанная пуля. А теперь они оказались узниками обстоятельств, поставив на кон свои собственные жизни. Они были готовы противостоять психам, головорезам, даже искателям хранилища. Но вот предательство... Нельзя быть готовым к предательству. Фёна пыталась его остановить, но было поздно. Деньги были утеряны. Но вот путь к хранилищу лежал прямо у них под ногами. Под ареной они нашли проект Горти с жемчужину Атласа. А ещё падшего короля, что хотел вернуть свой трон. Привет, Шишак. Ты у нас теперь ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Привет, Сижай. Не буду я печатать. Ты Шишак. Всё. Ой, какого... Я не сплю. Эй, может, будешь говорить и не стрелять? Ты ведь попусту тратишь пули. Да ладно. Твою ж мать, ты мне все плечо обслинявил Что? О, как много слюны, мне аж пить захотелось Да что с тобой не так, блин? Вот, теперь мы в расчете Ты ужасна Хватит Я собираюсь развязать вас, не заставляйте меня пожалеть об этом Ведь вы пожалеете еще больше Да, конечно, да, да, давай, мы будем послушными Нам предстоит долгий путь Мы должны выдвинуться до восхода солнца А можно еще разок его ударить? Нужно выпустить пар Научись управлять гневом, весь этот негатив плохо скажется на... Всего разок Что? А теперь я в порядке Ты ударила меня в шею Пошли Итак, на чем мы остановились? Ну... Что такое? Я... Рис? Боди? Рис? Друг? Ты в порядке? А, господи, я уже думал, я должен выбирать сейчас фразу за этого... Как его зовут? Друга моего Блин, я что-то вообще забыл, как его зовут Ну ладно Эй, Рис, что с тобой? У него бывают главные боли, наверное, это просто баг в его системе Рай Рис, Рис это главный герой Он в порядке Он в порядке Он думает, ему просто нужен воздух Он пошел наверх туда, где больше воздуха, потому что там выше и... Э, а что это за карта? Компьютер увеличить Не думаю, что это сработает О, да, он хочет Слышишь, машина, я от тебя не отстану Увеличить Увеличить компьютерное изображение Хватит Компьютеры работают не так Вы будто пещерные люди Нельзя просто кричать в монитор в надежде, что он тебя послушает Может, у меня получится включить легенду? А-а-а Со мной все в порядке Ты сломала его? А-а-а-ай Ну же, Фиона, подбери Фиона, ты уже трогала его Да-да-да, с ней все будет хорошо Ну же, Фиона А если еще подождать? Как зовут? Я имел в виду именно вот этого вот Господи, кто он? Бухгалтер В очках чувак Его как звать? В этом был главный вопрос Эй, Фи Уж поверь Ты не хочешь трогать ее? Я не понимаю Эта штука ударила током всех, кроме тебя и Риза Возможно, она каким-то образом пометила вас Старинные технологии Атласа невероятны Сканер сетчатки включен Активированы протоколы безопасности Требуется сканирование сетчатки Пожалуйста, подойдите и идентифицируйте себя А-а-а, может стоит уйти отсюда, пока есть такая возможность? Ты видишь выход отсюда? Ефсюков Пожалуйста, подойдите и идентифицируйте себя Что за поднос такой? Стоп С этой стороны С этой стороны нифига нет, ладно Успеется Тогда давайте все осматривать Очков у нее нету? Чтобы сканировать И-и-и-и Все, площадка для перемещения у меня закончилась Что это? Там кто-то есть Что значит кто-то? Кто там? Они живы? Не знаю, кто там Но они явно мертвы Привет, Кирюх Привет, Маш Получается? А то Как будто могло быть по-другому Поторопись Понятно Не представляю, как можно есть вот этими вот Тюремными ложковилками Ну, блин За счет того, что там есть вот эти прорези для вилки Она же Из нее же хреновая ложка получается тогда Да и вилка такая себе Мне следовало догадаться, что все будет именно так Доступе отказано Сотрудник не опознан Вызываю генерала Полукса Оу, мамочки, наверное, это Тихо Вы это слышали? Саша, прикрой меня Пока я буду осматриваться Атлас мог наставить здесь кучу различных ловушек Есть Добрый привет Какой-то очень странный звук Фоном идет, непонятно Причем отсюда Твою ж дивизию, да уж Да, именно это я и ожидал Увидеть, ага А это был генерал Полукс, понятно Итак, нам осталось вырумыть ему глаз для сканера с сетчатки А может нам следует просто перетащить его к компьютеру Что-то, походу, сил не хватает Давай Тяжелевший Он застрял Походу, все-таки придется его порезать Что ж, это не сработает Он не хило там застрял Он нужен нам для сканера с сетчатки, верно? Так ведь он нужен нам не весь На Линкольна похож, кстати Привет, Кирилл, привет, я же тебе сказал привет Бугалтер-джентльмен Вообще Тот еще джентльмен Посмотрите на его форму Это военный атласа Причем с высоким званием Я отошел Ну что ж ты так Ну и сколько у него? Не так уж и много А я-то думала, что у генерала были при себе прилично карманных денег Ну так-то сто баксов неплохо У него жуткий взгляд По сути, ты оказываешь ему услугу Вряд ли он бы с этим согласился Пытаешься вырвать глаз голыми руками Раздавишь его А если у тебя есть идея получше Да любая другая идея будет лучше Так может тогда просто голову отхреначить, нет? Других вариантов нету? Мне кажется, это было бы быстрее 300 баксов Че 300? Сотка же У меня было 435 Сейчас стало 535 Можно же ложка-ложковилкой выковырить Кстати Какие милые дамы Ага И какой дружелюбный бухгалтер с нами О, да это же вилка и ложка Ха, умно О, погоди, ты же не собираешься Да, собираюсь Так или иначе, нам все равно придется вырвать ему глаз У тебя было 235 Разве? Ну ладно, тогда 300, конечно, да Я в деревне был, собирал малину, смородину и многое другое Ты молодец Ты молодец, помогай родителям Ладно, это полный Ладненько Да, ты должна это сделать Я должна Должна, поэтому я Просто ткни ложка-ложка ему в лицо Ну зачем ты это говоришь? Да это я так Ты просто сделай это Ладно Какой дружелюбный бухгалтер Может он сам это все сделает, а? Что это было? Блин, ты разрезала глаз пополам Из него хлынула кровища Зачем ты мне про это рассказываешь? Я все прекрасно ощутила на себе Точно, прости Слушай, я просто хочу сказать, что у тебя осталась одна попытка Верно, потому что у него всего два глаза Один, теперь А ты у нас математик, верно? О, я просто подожду в сторонке Поехали Отлично, пока все очень даже неплохо Хватит меня отвлекать О, не могу понять Стал ли он выглядеть лучше или хуже? Он выглядит гораздо хуже, уж поверь Если собрался блевать, то Я просто пытаюсь помочь Ты почти-почти закончила Просто отрежь эту штуку, на которой висит глаз Спасибо Ты даже не раздавила его Я бы точно раздавила Давай просто отнесем его к сканеру Да Игра суперская, мне уже, мне, мне очень нравится Сообщение Первая Афина Хранилище Гортиса Старая Гавань Здравствуй, Поллокс Жаль, что мы разменулись в Старой Гавани Уверена, ты заметил, что проект Гортис заморожен А теперь, когда у тебя не осталось солдат, я Я с прискорбием сообщаю, что ты освобожден от своих обязанностей Я загляну к тебе, чтобы ускорить твою отставку А что за Старая Гавань? Это шахтерский город Атласа Он заброшен уже долгие годы А значит, это идеальное место, чтобы спрятать проект Гортис Знаешь, что он из себя представляет? Знать бы Сообщение второе Меморандум генерала Поллокса Если вы смотрите, это значит, я нахожусь в состоянии анинобиоза Вы должны понять Афина пыталась меня убить, а мои знания слишком важны, чтобы Сгинуть от руки безжалостной наемницы Если Афина более не представляет угрозы, то пожалуйста, активируйте протокол пробуждения в моей камере стазиса Моя жизнь, вероятно, судьба всей вселенной зависит от вас О нет, то есть он... Когда ты вырвала его глаз? Быть того не может Он же был мертв, когда мы... Помолчите, просто помолчите Мда Выходит, мы отправляемся на Старую Гавань Рис, тебе стоит на это взглянуть? Ау Я в порядке Тебе нужна помощь? А, нет, все, все хорошо Подожди, что? Я не разбивал голову О чем-то я видела, как ты ударился о балку Да-да, я, конечно, надрелся головой, но я не разбил ее, упав на компьютеры Да и кровавой в бане, очевидно, не было Офтейк? Но крови было немало Все это, конечно, очень интересно Но что там насчет Джека? О, да, точно Джек Это, дамы и господа, проект Гарчис Он приведет нас к хранилищу Офтейк А потом я вас прикончу Офтейк Я... О, отлично Ты работаешь на меня Я уж подумал, что мне на минутку придется стать жестоким и заставить тебя мне помочь Или не на минутку Джек Ваш новый лучший враг Ну же, хватит время тратить Нет ни турели и ни автоматизированной защиты Да, Атлас прямо-таки умоляет нас захватить его на место Ну же, пирожочек, не тормози Живо сюда! Не надо было это переводить, последнюю фразу Я думаю, вы понимаете, что, возможно, это была отсылка Когда он прокричал Get over here! О Поняли, надеюсь Знаю-знаю, я твой герой А ты мой самый большой фанат, бла-бла-бла Добро пожаловать в клуб Постарайся не обмочиться от радости Слушай внимательно, парниши Я не из тех Ах, первым делом нужно отцепить периметр Чтобы отпугивать зевак Привлекать внимание бандитов нам ни к чему А затем нам придется вызвать космический корабль сюда Чтобы вывести всю эту технику Давай на этом стриме после этой игры в Апекс Будешь? Не горя желанием Не понял Ну в смысле? Ну Mortal Kombat же, ну вы чё? Ну Mortal Kombat, ну Скорпион же, когда тянет с этой хреновиной из руки противник Он Get over here! Кричит Ну вы чё? Ну вот Ты голограмма? Да, я твой босс А это значит, что я могу уволить тебя Нет, нет, в смысле Я, я вижу сквозь тебя Да, я угрожал убить тебя Не люблю тонкие намеки О, ладно, я понял А, ты слишком много говоришь Это нужно исправить Что? Нет, 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 нет Что это было? О, замолкни Ты орешь за боли или потому что это очень странно Потому что это и правда странно Неплохая попытка Но у тебя ничего не выйдет Да это же бред какой-то Ну не дергайся, мать твою Хватит так делать Красавчика Джека убили Там, на Пандоре В смысле Здесь, на Пандоре Не-не-не-не-не Это невозможно Я не могу умереть Это, это глупо Да быть, блин, того не может Джек, слушай Ты это вроде Как заслужил Что, прости? Заслужил? Я завел порядок На этой гребаной планете Не-не-не-не-не Каким бы ни были твои намерения Все зашло слишком далеко О, да тебе никогда не понять Мои намерения Думаешь, я ничем не жертвовал? Слишком много людей погибло, слушай Слишком много людей? Ну и что? На то они и люди Нет-нет-нет-нет-нет Я красавчик, Джек Я не могу умереть Я еще столько должен сделать Нет, быть этого не может Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нетtt Ну же, пирожочек, подойди Позволь мне разорвать твою глотку Всего один разок Не бойся Что-что? Нет Видишь ли, я просто хочу Побыстрее с этим поконжить Идиот, и все Не дергайся, мать твою Иди сюда, не усложняй Я не боюсь тебя Теперь Что, правда? Именно поэтому ты меня шарахаешься? Да куда ж ты идёшь? Какой ж ты дебил! Береги голову, долбоящер! Тебе нужна наша помощь? Рис! Как же больно, блин, не понимаю почему я ещё не отрубился. Рис, ты в порядке? Что это было? Ты ведёшь себя странно. Я сошёл с ума, наверное. Куда ты сошёл? Да нет, вон, крыша, блин, у меня поехала. А так, ладно, ты не хилу, ушиб голову, давай просто тебя поднимем. Вот так, главное, не нервничай, а то будет только хуже. О, должно быть у меня глюки. Я вижу звёзды, падающие звёзды. Орбитальный выстрел! Орбитальный выстрел, ты серьёзно? Нам нужно валить отсюда! Ой-ёй. О, грузчик, грузчик, здорово! Я могу оказать помощь. Спасибо. Скорее, нам нужно валить! Это как будто бы обязательно было сейчас запрыгивать в разбегу. Как играю? Пока нравится. Почему гиперионцы пытаются нас убить? Вы ведь на них работаете. А, да, я попрошу у них книгу жалоб, когда вернусь. Для этого нам нужно быть живыми. Мы потратили всё турбоускорение. Как долго она будет заряжаться? По меньшей мере, пару минут. Позволь мне сесть за руль. Что? Зачем? Назови хоть одну вескую причину! Я могу уклоняться от ракет как вариант. Это невозможно! Возможно, ведь я вижу траекторию их полета. А что потом? Поедем в Острую лощину! Там не смогут нас достать! Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. После этой игры в Apex? Нет, нет, нет. Значит, нам нужно выжить, пока ускорение не установилось полностью, а затем использовать его, ясно? Да, да, я понял, я... Я ни черта не понял! Знакомые птички. Так, а это что было? Черт, а они-то откуда, блин, взялись? Не-круто. Я ни черта, блин, не вижу. Никогда бы не подумал, что я это скажу, но... Фиона, помоги! Фиона! Эй, ребята, что вы творите? А на что похоже? У меня нет прицела, я просто стреляю вперед, лол. Осторожно! Я же думал, придется что-то обязательно нажимать в полете, чтобы приземлиться аккуратнее. Блин, у меня кровь идет! А, у нас, кажется, части машины не хватает. Мать твою! Улей раков! Улей раков, это улей раков! Это совсем не круто, ненавижу свою жизнь! Рез! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Помоги, Резу! Я прикрою. Или не прикрою. Оцепись от меня, блинский. Получай по заслугам! Эй, мне бы помощь понадобилась. Ах, ты уродливая туварь! А, у меня в рот попало кровь, кровь, ааааа! Он не останавливается. Рез как успехи. Держитесь! Эй, осторожнее! Блинский! Кажется... У нас проблемы. Если сейчас в него ничего не прилетит, будет проблема. А, ведь я думал, что не смогу это пережить! За этими пушками нам его не остановить. Летит. Держитесь за свои задницы. Скорее! Что ты творишь? Ну же! Что ты творишь? Чёрт! Рис! Нормас! Привет, Пурпур! Господи, я только сейчас понял про то, где живут дозеры. Ты мне только сейчас зашло про уль и раков. Рис! Блин, сколько же там турбо, а? Сколько можно лететь? Держись, 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 держись! Мдек. Хочу такие же носки. Да, они клёвые, кстати. Ботинок с перла. Да вообще! Бессовестная воровка. Ужас! Привет, Ролл. Только не шляпа! Ой-ой-ой. Это, блин, очень близко бомбануло. Как он не реалистично на лицо приземлился. Да, придётся теперь без ботинка гулять. По пустыне. Идеально. Альфа, привет. Всем добрый вечер и всех с пятницей. Да. Нехилый такой экшончик получился. Вообще нереалистично полетели. Всё, можно игру дропать, физика, говно. Реализма ноль. Фигня полная. Список вещей, которые могут нас убить, всё растёт. Про орбитальный обстрел я даже и не думал. Раки, скаги, бандиты, обезвоживание, солнечный удар, обычный удар, ударный удар. Ещё и этот ходячий танк. Список всё растёт. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Это же, блин, невероятно! После этого я не смогу вернуться к бухгалтерскому учёту. Это такая скукотища! Я ведь прав? Перестань, Вон. Нам нельзя быть опрометчивыми. Мы чудом избежали смерти в этом кошмаре. Не, в этом дело. Суть в том, что я больше не боюсь. Вот, об этом я и говорю. Мы пошли против Гипериона, стружились с мошенниками. Ну же, признай, это отменные истории, которые мы будем рассказывать своим детям, будучи миллионерами. Мы пережили орбитальный обстрел Гипериона, понимаешь? Орбитальный, мать его, обстрел, чувак! А больше ничего не боюсь! Слышишь меня, Гиперион? Я! Вон! И я ничего не боюсь! Что это было? Расслабься, это просто Ивета. А, ясно. Мне нужно пописать. Не потому что я испугался. Я просто давно хотел сходить. Ты как раз вовремя. Рис. Вы живы. Слава богу. Мгновение подумала, что вам пришёл конец. Прямо гора с плеч. Кстати говоря, спасибо за предупреждение. Поверь мне, я пыталась связаться с вами. Скажи ей, пусть сбросит нам припасу! Да-да, не разговаривай со мной, пока отливаешь, спасибо. Извини, почти закончил. В общем, я смогла остановить обстрел, но не в моих силах отговорить Васкиса от расправы. Стараюсь как могу, но обстановка накаляется. Так что быстрее говори, что вам нужно. Припасов надолго не хватит в пустыне всё-таки. Машину сбросить. Ну, это интересно. Грузчик. Грузчик, наверное, можно использовать как машину. Чёрт его знает. Какие действия вообще есть, кроме выбора диалогов? Выбор диалогов и куты-е в экшн-сценах. Всё. Больше ничего. Это действительно именно как типа визуального новеллы. Типа. Типа. Совсем типа. Ну и как любая другая игра от Тейлса. Пум-прум-пум-пум. Это кинцо. Ну да. Нам бы не помешала новая машина. Тачка Васкиса себя исчерпала. Ах да, ещё мы заблудились посреди пустыни. Я могу отследить вас, так что откроетесь где-нибудь. Отправлю всё, что смогу. Круто. Будем надеяться, она поможет нам. Мы не сможем долго на своих двоих топать в пустыне без воды уж точно. Будет мне липо, если после всего этого мы умрём от обезвоживания. Вон. Тебя что, пчелу ужалили? Что? Почему? Что случилось? Просто ты весь такой, ээээ, раздутый. А? Надутый раздутый. Это короткий вариант слова надутый. Просто ты неестественно накачан, чувак. Вот что я... А, неважно. Несколько месяцев назад я прикупил себе велотренажёр, так что не обращай внимания. Ясно. Неплохие у него кубики. Признаюсь, в какой-то мере я даже завидую ему. Когда спасаешь мир, у тебя не остаётся времени на качалку. Конечно, у меня есть мышцы там, где они нужны, но, блин, мне так и не удалось добиться такого рельефа. Ээээ, где ты пропадал? Я спокойно себе размышлял, пока ты не отвлёк меня. Теперь я созерцаю красивейшую пустыню, вдыхая её воздух, а также любуюсь твоим перекачанным дружком. Эээ, Рис, ты вообще с кем разговариваешь? Значит, он не видит меня, верно? Ты меня... Ты меня пугаешь, Рис. Тут нет никого, кроме нас. Эээ, Рис, дружище, он ни за что не поверит тебе. Должно быть, ты сильно утрелся головой. Да я... Сам с трудом верю во весь этот абсурд, и всё же нахожусь прямо посреди него. Белый тренажёр? Да вообще пипец. Привет, Вань. Это мышцы, он не раздутый. Это же шутка была. Зато теперь я знаю, что можно сказать, что я не поправилась, это меня пчёлы покусали. Как вариант. Ага, ага. Пожалуй, признаюсь. Что ж, я знаю, это может просто звучать странно, но я разговариваю. Я разговариваю с красавчиком Джеком. Да, он типа в моей голове, я могу его видеть прямо сейчас, он стоит рядом с тобой, и ты, очевидно, не видишь его. Ясно, понятно, красавчик... Красавчик Джек стоит рядом со мной. И я не могу видеть его, зато ты можешь, да ещё и разговариваешь с ним. О, да, верно. А, теперь он точно думает, что ты сошёл с ума. Какого ещё зовут этого перекачанного раба? Может, не признаваться. Ай, да ну его в жопу. А, да я просто стимусь над тобой, ты и вправду повёлся. Красавчик Джек, господи, видел бы ты своё лицо. Оно было такое, так сказать, тупое. Ха, ясно, я почти поверил тебе. Да, да, знаю, знаю. Пресловутая поэтапная шутка. А, точно не знаю, в каком я сейчас состоянии, но мне всё ещё не нравится ходить пешком. Ну, чем же я заслужил такую участь, ну правда? Не смотри на меня так. Эй! А, ты ж типа не замечаешь меня. Вот, что ты делаешь, ясно. Ну ладно, валяй. А, ну хватит, блин. Ты, кстати, что думаешь о этих девахах? Будем надеяться, с ними всё хорошо. А, ну мне очень нравится. А, Рис, ты мой герой. Наши приключения меня так возбуждают. А, зачем ты смотришь вниз? Трудно это игнорировать, ведь так? У тебя же зашло, как будто обе писька разговаривает. Шутка, сотри, ста. А, а, ха-ха-ха. У тебя ширинка расстёгнута. А, да нет, расстёгнута. А, ну жерите. Знаю, мне очень трудно скрыть. На что поделать? А, ну да, мне показалось. А, ладно, давай просто забудем о том, что ты туда смотрел. А, навсегда. Может, это и к лучшему. Что это? Куда мы пришли? Ну неужели? У Иветы получилось. А, я устал уже шляться. Я тоже. Чё-то далековато летит. А, поберегись. Покажи. Она летит на нас. Она летит прямо на нас. Иди к бабочке. Какого? Фу, я уж думал. Сейчас придётся драться против тачки ещё каким-то образом. Мать твою. Красивый носок. Я так рад встрече. Я планировал просто прокатиться по окрестностям. И нашёл именно тех, кого искал. Только представь себе. О, она красная, Хьюго. Ты вроде хотел себе чёрное. Я понял, что ты имеешь в виду. Это забавно. Ты украл мою машину и шутишь об этом. Это хорошо. Молодчина. Слушай, я знаю, у нас была сделка. А я не очень-то люблю менять условия сделки. Это не по-мужски. Но и обстоятельства изменились. Слушай, я вообще-то послал тебя. А, правильно, у нас была сделка. Ты заставил меня предать моего лучшего друга. А тут ещё даже дня не прошло, как ты уже предаёшь меня. Вот, блин, если сформулировать всё именно так, то и правда звучит ужасно. А вы думаете, я почему говорил, что жалко, что я не нашёл золотого галстука? Потому. Серый пиджак с белой рубашкой у меня имеется. А вот галстук, к сожалению... Сорян. Нам нужен косплей... А я о чём? Жёлтый галстук найти охренительно сложно, вы не представляете. Ого. Чувак, просто... Просто ого. Стоило подумать дважды, прежде чем довериться такой змеюки, как ты. А, мелкий, ну зачем же ты так? Это всего лишь способ. Слушай, пойду я, наверное. Что-то меня заставляет чувствовать себя неловко. Стойте смирно, детишки. Послушай, я сказал ему, что сдам тебя, но клянусь, я не собирался этого делать. Я просто говорил ему то, что он хотел услышать, чтобы держать его подальше от нас. Я бы не стал доводить всё до конца. Прошу, поверь мне. Я клянусь, Рис, я бы никогда так не поступил. Он предложил мне вообще-то то же самое. Серьёзно? Ну и что ты ему ответил? Что это? Лопаты, гений. Вы два рода начинаете копать. В скором времени я хочу увидеть здесь могилу. Ты слышал меня, не заставляй повторять ещё раз. Не-не-не-не-не, я не буду копать. А как насчёт того, что я продырявлю тебя насквозь? А твой дружочек может похоронить тебя? Я не хочу этого делать. Какой хороший друг. Какую часть слова копать ты не понял? Давай за работу, мистер Вселенная. Ладно, только не стреляй. Вот так, камня тяжёлого труда ещё никого не убивала. Нет, в смысле, ты умрёшь, а, естественно, ты подохнешь не от тяжкого труда. Тебя убью я. По правде, она должна была в тебя попасть, как бы. Погоди. Ой. Вы подождёте же, если я отойду на минуту, да? Лады. Одну минуту, сейчас вернусь. Снова здрасте. Снова привет. Продолжим, пожалуй. О, чёрт, чёрт бы вас побрало, умников. Наверное, я сделал это неправильно. У тебя очень жёсткая башка. В кино это выглядело не так. Инструкция для чайников. Чтобы всё получилось, нужно бить сильнее. Почему каждый раз, когда я появляюсь, ваше... Чёрт. Ты не помогаешь. Ладно, веселье окончено, боюсь, теперь нам хватит времени только на небольшие могилки. Ты умрёшь первым, Рис, а потом он погрузит твоё тело в машину. Вон, а я похороню сам. Что? А, зачем им нужно тело этого идиота? Зачем-то? Нечто важное кроется в его голове. Это прототип. Самое продвинутое оружие, сделанное Гиперионом. Он неплохо прикрывает комплексы. Есть последнее слово? Перед тем, как... Как же она работает? Случится ваша неминуемая... Кончина. Что за хрень? Чёрт бы побрал эту штуку. Какого чёрта? Этого чувака надо было зазвучить своим голосом. Да. Извините. Извините. Привет, Ксал. Надо сдонатить на пошив галстука. Да. Именно. Эээ... Я даже знаю, что я отвечу. У меня два слова, братан. Пожри говно. Да, вот это дух. Пожри говно. Эт... Эти слова я напишу на твоём надгробном камне. Знаешь, я бы даже переживал насчёт моего надгробного камня, если бы ты знал, как меня зовут. Ты забавный. Я буду скучать по... Чёрт бы тебя побрал. У тебя проблемы? Я знаю, как стрелять из оружия. Я просто хочу добиться максимума урона на этой хреновины. Ладно, слушай, я был рад глянуть, как один идиот убивает двух других идиотов, но я не могу этого допустить. Я в тебе... Нет, я не в тебе, ну я будто... Короче, подохнешь. Ты подохну, и я. Я улучшил твой эхо-глаз, так что используй его, чтобы взломать что-нибудь, что поможет нам сбежать. Будешь должен. Я прикрою тебя. Да, точно, кончай этого чутика. Ах, ты ж так, он тяжёлый, это цельный кусок металла, где же вот кнопка, и что же эта кнопка должна делать? Нажимаю, и ничего не... Блин, не получается. Так, Гиперионский Вольт 4600S серия, производитель Гиперион, комплектация совершенно невероятная, предельная скорость супербыстрая, цена вам лучше не знать. Вы отварите за неё дикие бабки, и зато смотреться она будет шикарна. Мать! О, углублённый подсистемный доступ, что-то новенькое. Гудок. Иногда людям нужно напоминать, что они придурки. Сюрприз! Какого чё тут происходит? Вам может не понравиться то, что играет по радио, но вы будете слышать с кристальной чёткостью и невероятным басом. Это ты сделал? И паранойя началась. О, вот так вот. Упс. Кажется, я не успел. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Всё совсем чуть-чуть. О, ладно, слушай, я был бы рад глянуть, как один идиот убивает двух других, но мы это с вами уже говорили, поэтому ну его нафиг. Так, я не могу это пропустить. А, нет, я могу пропустить. Нет, не могу. Не могу, чёрт. Альтернативная концовка. Да, уже вторая. Паша побудил. Чё? В смысле, побудил. Победил, наверно? Так, ладно, в тачке. Ну разве что педаль газа мне может помочь. Я бы... С другой стороны надо было пушку взламывать, на самом деле, а не вот это вот. Свет, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А, кстати, пурпур меня ещё хастануло, когда я отходил. Спасибо. Так, педаль газа совершенно быстр... Совершенная педаль газа предназначена для комфорта, разработана для скорости. Прикоснитесь к ней своей ногой. Пушку слишком очевидно. Он стреляет и попадает. Что ты вотворяешь со своими руками? А, это не я. Ну ничего себе, интересная фича. О, ладно, слушай, нам нужно валить. Это моя голова, своливай. А, да ладно, извини, быть слюкаль. Ай. О, смотри, что ты только что сделал. Рис. Как он вообще не отъехал? Бегите, бегите. Мне ведь только веселее. Ну, раз, два, три, прыжок в разные стороны, и всё. Я убью вас! Грузчик! Да, я знал, что ивет у нас не подведёт! Я скучал по тебе. Я скучал по тебе больше. Это ещё не конец! Слышите меня? Слышите? Итак, куда нам следует отправиться? В острую лощину или прямиком в старую гавань? Они ведь знают, куда мы держим путь. Может, нам просто встретиться с ними в гавани? А, ну да, можно просто отправиться и в старую гавань. А можно сгонять и в острую лощину, хотя это может быть опасно. Блин, это сложное, знаете ли, решение. Это странно, но я всегда разговариваю сам с собой, когда принимаю важные решения, да. Я всегда так делаю, когда знаю, что скоро произойдёт что-то очень важное. Давайте, наверное, в острую лощину, девчонки вроде туда собирались. Я не с тобой говорю, я сейчас обращаюсь к себе, так что... Короче, мне так или иначе придётся сделать выбор. Будучи сетью пещер, острая лощина ответственна за массовую вырубку леса в данной области. Высокий уровень преступности. История возникновения неизвестна. Важно, здесь замечена мошенница по имени Фиона. Награда увеличена до 38 тысяч. Старая Гавань – одно из старейших поселений Пандоры. Владение Старой Гаванью много переходило из рук в руки. Одно время ходили слухи, что она служила оплотом для солдат Алого Копья, в настоящее время заброшена. Аномалии показаний указывают на аномально высокий выброс мощности. Нет, всё-таки в острую лощину девчонки туда отправлялись. Мы встретимся с ними в острую лощине, потом отправимся вместе, как семья. Звучит неплохо. В острую лощину. Я потом сниму это не потому, что мне жарко. Под вентилятором норм. А потому что Васкес уже нет. Всё. Слушай, я сделал это, чтобы Васкес от нас уцепился. И я бы никогда не предал тебя, братюнь. Ты простишь меня? Просто скажи да. Я чувствую себя виноватым, бро. Даже несмотря на то, что я бы не пошёл на сделку. Всё хорошо, бро. Да, бро, не переживай, всё хорошо. О, братишка, слава богу. Без проблем, бро, бро. Спасибо, бро. Эй, ведь мы братюни, бро. Вот это по-братски, бро. Брат за брата. Бро-бро. Бро-бро-бро. Бро-бро-бро-бро. Бро-бро-бро. Мы так не делали. Ты закончила? Бро-бро-бро-бро-бро-бро. Невероятно. Вижу одного. Привет, Загадз. Нам стоит дать ему закончить. Ладно. Мне интересно, почему ты решил отправиться в Острую Лощину? Что ты хотел там найти? Я весь в внимании. Хоть вы и говорите, что у меня нет опыта, но я довольно быстро поднялся по карьерной лестнице в Гиперионе. А потом повис. И я отправился туда только из одного и только одного. Верности. Об этом свидетельствует твой бывший босс, который хотел убить тебя. У всех нас свои причины. Полагаю, твои достаточно хороши. Мы бы здесь не оказались иначе. Мужик не может по-другому. К счастью, ты далек от того, чтобы быть мужиком. Мы застряли в пустыне, а у вас была машина. Вы хоть рассматривали возможность приехать за нами? У нас были свои. Одному из вас придется заменить колесо. У него не только глаз желтый, у него еще и рука другая. Эйвери, здравствуй. Привет, Дженни. У него рука черно-желтая сейчас. А там у него не просто глаз желтый, у него еще и рука серебряная вся полностью. Паша заметил новую руку спустя три главы. Чувак, это, блин, так удобно смотреть на персонажей, когда я не могу оторваться от странных субтитров, которые летят со скоростью света. Серьезно. Это так, блин, удобно. Да, это я просто невнимательный на самом деле. Поверить не могу, что мы целы. Как думаешь, парни будут в порядке? Уверена, они что-нибудь придумают. Наверное. Но пустоши можно считать кладбищем для непосвященных. С ними все будет хорошо. Ну, такой же арес со скагами. Не уверена. Наверное, они уже позвонили какому-нибудь уроду, чтобы он их забрал. Возможно. Письменный гейдплайн список, че? С таким-то караваном мы не смогли бы им помочь, даже если бы хотели. Надеюсь, скутер его починит. Сейчас у нас не так уж и много денег. Как ты собираешься уговорить его? Не думаю, что он поможет нам подобрать и душевный. А продолжать путь на разбитом караване нельзя. Буду болтать, что на виду. И свернусь как могу. Ага. Мы справимся, не волнуйся. Жди здесь, говорить буду я. Иначе никак, правда. Спасибо, Мэг. Серьезно? И все? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Включи обратно. Включи об... С музыкой было лучше. Я думал, она переключит станцию, а не вот это вот все. Фу, а почему все механики такие мерзкие? Что-что-что? Это же это, как ее? А это ли не его сестричка? Худая, правда. Или как ее там звали, господи? У нее волосы того же цвета, такой же комбинезон, и такая же татуха, вроде бы. Если я ничего не путаю. Обидно. Скутер любит гонки. Полезная информация. Безумная вывелась гонка. Покойся с миром, Бассанолла. Ленивая? Что ленивая? Ее как-то по-другому звали, не ленивая. Похоже, у Скутера есть связи в корпорации, Даль. Его рек. Привет. Как дела? Выглядит весьма высокотехнологично. Стоп, че? Куда я иду? У меня до сих пор башмак в инвентаре. Или вроде. Наверное. О. Оставить деньги на таком видном месте. Мне почти жаль этого бедолага. Почти. Так, три разделить на тренадцать. Мне че, придется вырезать расходы на гаечные ключи? Ну, блин. А, приветик, добро пожаловать в точкам от Скутера. Чем я могу помочь? Скутер. Любит тачки, баб и тачки. А, прости, я немного витаю в облаках. Сегодня я передаю это местечко новому учредителю, поэтому нужно привести всю бухгалтерию в порядок, а это отнимает немало сил. Знал бы ты, как непросто становиться владельцем франшизы, когда всю свою жизнь ты владел мелким бизнесом. Столько бумажной работы не было с тех пор, как моя тетя кузина хотела жениться на моем дяде-брате и одновременно засудить его. Мори Миром, привет. Как же я так же любит шикарную поэзию? Я не успел дочитать. Я тупо не успел дочитать. Поверь про себя, читай быстрее. Милое у тебя местечко. Ну, спасибо, мне очень приятно. Сейчас бизнес немного застопорился, ведь мастерская находится в пещере и все такое, но я наверстываю упущенное. Надеюсь. Ёлки-палки, я так и знал, что вижу эту куламагу не впервые. Это ведь ты участвовал в смертельном ралле Басановы? Я там был, видел, я махал тебе, ты была восхитительна. О, да, подловил. На ней живого места не осталось. Я, конечно, смогу ее починить, но тебе это обойдется в две с половиной тысяч зеленых. Две с половиной? Это чуть больше, чем я могу себе позволить. Дафит. Не хочу показаться невежливым, но тебе за участие в этой гонке должны были отвалить хреново тучу бабла. Куда она делась? Потому что мой кузен, он говорил, что муж соседки и друг его сестры выиграл на одной из этих гонок, и он окармит своим семью целый месяц. Правда, большую часть времени они ели, ну, деньги, но все же они ели их целый месяц. Свет. Спасибо большое. Спасибо. Да. Что? Не надо. Ну, как оно? У меня их украли. Можешь в это поверить? А, вообще-то могу. Ну, скажи мне вот, что и как думаешь, ты еще будешь участвовать в гонках? У меня есть предложение, оно может показаться безумным. Но если ты продолжишь гонять, я бы с радостью стал твоим спонсором. Что скажешь? Это будет круто, твое лицо будет на всех рекламных счетах. Ты снимешься в рекламах, начнешь что-то там, ты станешь звездой. Господин скутер, я буду рада заключиться. с вами сделка. О, да, это же круто, ты об этом не пожалеешь никак. Нет, восхитительно. Тогда скажи мне нашу, для меня нашу коронную фразу. Знаешь ее? Тачкомат. Ты же ее знаешь. Не стесняйся, я твой спонсор, я должен услышать, как ты говоришь коронную фразу. Ну ладно, я же умею роли играть. Я думаю, нам следует разукрасить твой караван, например, поместим на него мою фотографию, а сверху напишем тачкомат, и все будет щики-пуки. Согласна. Я буду весь такой крутой, стоять рядом с тобой. Кстати, нам нужна безбашенная фотка с тобой и твоей тачкой. Привет, ты скутер, верно? Все в порядке. Я собирался пойти принесить документы. Пока, пока. Отлично, это мой стандартный контракт, не обращая внимания на подпункты про самовоспламенение и прочее. Видимо, я просто случайно перекопировал их сюда. С контракта торга. Кстати, раз уж я так и чиню твой караван бесплатно, да может ты захочешь выбрать один из моих специальных платных комплектов тюнинга. У меня там шикарные прибамбасы. Ух ты ж ежик. Самовыражение минус 100%, риск угодно ноль. Всего лишь ваш обычный скучный повседневный караван. Нацелена на тех, кому нравится стандартный вид твоей тачки и запах новой машины. Почему они вообще за бабки все продаются, с учетом того, что он мне спонсорить собрался? Блин, как обидно, что полтораху собрать не получилось. В смысле? Нет! Ну мы оставим старую комплектацию. Твою мать, я хотел выбрать что-то другое! Блин! Загружаться уже слишком долго будет. Ладно, сорян. Да, без проблем. Будем верны основам. Ты, конечно, многое теряешь, но это же не моя вина, да? Черт возьми. А теперь я пойду прямой за работа. Твою же это выглядит паршиво. Здорово, парни, чем могу помочь? О, нет. Надеюсь, что он вспомнит про вашу сделку и не сдаст нас. Скутер нас не сдаст. Ты этого не знаешь, ты даже не знаешь, какую награду дали за наши головы. Имей веру в людей, Саш. По делам им, получили по заслугам. Да, мы, надеюсь, вы не слишком испугались. Мой долг не впускать такое отребье к себе в гараж даже. Да я и не мог не защитить вас. Ведь это входит в часть услуг точка ма... Прошу прощения. Точка мата. Спасибо. Да ладно, тебя, прелестный мужчина, никогда не даст в обиду двух милых девушек. Конечно, может быть, вы убийцы, но меня бы убить, пока вы не пытались. Не серьезно. Пожалуйста. Судя по всему, вас ищут плохие люди. У вас есть место, где вы могли залечь на дно, пока я чуню ваш каравайн. А что там с Феликсом в итоге случилось? Ее что-то не помню. Расслабься, знай эту планету наших героев, этот автомобиль долго не проживет. Тоже верно. С другой стороны, есть у меня подозрение, что он туда сейчас какой-нибудь барахлапа напихает, прям крутецкого, типа, какие-нибудь ракеты, я не знаю, турбо очередное. Что с Феликсом случилось, я не помню. Кинул чемоданы и сейчас убежал. Ага. Ну то есть к нему на квартиру соваться такая себе идея. Нет. Можем остановиться в квартире Феликса, если он ее не обчистил. То там мы найдем все нужное, деньги, снаряжение, новые документы. Да, мы что-нибудь придумаем, спасибо, Скотт. Обращайтесь, правда, теперь я примусь за работу, ладно? Сорвать не надо? Кто это был? Не нравится мне это. Вот в город мы зря приперлись. Тебе скажи, а у вас я и не спрашивал. Не стоит нам тут долго задерживаться. Похоже, сюда кто-то пришел, пока Феликса не было. Может, это и был Феликс. Может быть. Ладно, осмотрись, нам нельзя тут задерживаться. Я постражу в ход. Тогда выключай микро, когда спрашиваешь сам себя. Это риторические вопросы называются. Знаешь, такое понятие? Они не требуют ответа. Феликс любил научную фантастику. И то ли просто это объяснение того, что много книг, то ли он их забрал как раз-таки. Посмотрим. Всегда приятно видеть старых друзей. Не похоже, чтобы он что-то менял. Значит, у нас есть шанс, что там не пусто. Супер, фонарик. Если задумаем идти в поход. Он ультрафиолетовый. Феликс им проферил наши первые поддельные купюры. Даже не верится, что этот козел был такой сентиментальный. Может, Феликс хотел, чтобы мы его нашли? Что это? Что это, граната? Да, похоже, очередное изобретение Феликса. Заберем ее себе. Ну и фонарик, конечно, тоже на всякий случай. Я уверен, что он нам пригодится. Рано или поздно. Симпатично. Кто такой Феликс? Дед, который их растил. Который учил их воровать и вот это все. Пусто. Странно. Банка липкая, но краски на ней нет. Странно. Саша, смотри. Какого черта? Это флюоресцентная краска. Наверное, он и хотел оставить это в секрете. Но он рассчитывал, что мы это увидим. Значит, он спрятал что-то специально для нас. Возможно, объяснение того, почему он... Хотел нас кинуть. Холодно? Он что-то прятал от нас. Узнаю, Феликсану всего игру сделает. Мы для него всегда оставались... девочками. Наверное, в этом-то и была проблема. А, просто экран сбитый. Я пытался понять, что там так и ездит такое. Включи музыку, включи музыку, пожалуйста. Прохладно. Он как будто дразнит нас. Господи, да это же игра в тепло-холодно, камон. Ты же очевидно, вы чё. Тепло. Вот. Что ты пытаешься сказать нам, Феликс? Кто она? Я не знаю, но они выглядят счастливыми. Горячо. Нашла здесь. Круто. Привет, Хомяк. Кажется, он объяснял это тем, что это последний урок для нашего блага познать пределительство и стать сильнее. Я уверен, что там что-нибудь ещё есть. Что, сестрёнка? Как думаешь, с Ризом и Воном всё хорошо? Гайперионцы стойкие, и с ними всё будет в порядке. Так много воспоминаний связано с этим местом. Но нет, здесь кроме воспоминаний ещё что-нибудь найдётся. Так, ну пойдёмте наконец-то посмотрим, что у нас с креслом. Какой-то сейф. Это она? Да, осталось только открыть. Если там ещё один фонарик, то с меня хватит. Ха. И ещё какой-нибудь ультра-ультрафиолетовый. Значит, мы нашли, что искали? Думаю, да. Осмотри его внимательно. Привет, фонарик. Деньги. И всё? Привет, крашки. У вас я забираю с собой. Ещё 300 баксов. Видели, какая стопка была здесь? И какую маленькую бумажанку мы нашли у полковника? Ну там и там 300 баксов. Типа, чё вообще? Ещё одна грена. Что-что-что-что-что? Это был 3D-компьютер? Что? Что это? Это эхо-коммуникатор. Зачем он? Если вы смотрите это, то я либо мёртв, либо что ещё хуже, мой план сработал. Мне жаль, Фиона, Саша. Я так много хотел бы вам рассказать, но иногда... Чем меньше знаешь, тем лучше. Да неужели? Пока мы готовили. А фёру я узнал, что мы перешли дорогу Вэллери и её людям. Я знал, что вам это вот так и не сказал. Что ж, если вы смотрите эту запись, то скоро она... начнёт вас искать. Меняйте имена. Меняйте внешность. Меняйте жизнь. 300 баксов может быть и из трёх купер по 100 баксов, а может... Да это понятно. Но какой смысл в сейфе держать 300, блин, бумажек по одному доллару? Типа... Это странно. Что ещё за Вэллери вообще такая? Вэллери? Тебе знакомо это имя? Берите всё и уходите. Забудьте о прошлой жизни, забудьте обо мне. Но помните, что я люблю вас всем сердцем. Мне жаль. Тебе-то за что извиняться? Разве ты ты лгала? Разве ты предала нас? Я не могу больше слушать его брехню. Поверить не могу, что ты его не убила. Почему ты предупредила этого сукину сына о бомбе? Нужно было молчать, чтобы ему взрывом башку стесло. Я не могла этого допустить. Его всегда заботили только деньги. Как только появится шанс сорвать куш, он тут же нас бросил. Мы почти, почти заполучили эти деньги, Фиона. Десять миллионов долларов. Этого бы хватило, чтобы улететь с этой планеты, чтобы начать новую жизнь. Сначала мы найдем хранилище. Затем заберем все ценное, а потом уберемся из этой дыры. Я обещаю, наступит день, когда мы будем смотреть на Пандору уже из космоса. Лавлю на слове. Как обычно. И кто из них старше, интересно? Будешь быть аккуратным? Кто знает, может нам еще не скоро удастся поесть. Буду. Смотрите-ка. До скольки стрим? Как обычно. Интересно, что здесь? Ф, логично, что Фиона. Что там? Какое-то улучшение для пистолета. Все еще рассчитано на один выстрел, но кажется, оно добавляет пулям стихийный урон. Прощальный подарок. Неплохо. Тут есть еще одно поле, теперь у меня их две. Попозже приду, надо отойти. Давай. Привет, первый. Рай. У него только одна буква капсом. Приветствую. Я ему помог приветствие изменить, чтобы там не было ничего капсом. Все окей. Если бы ты был голубем, ты был бы голубым или же белым. Нафига мне быть голубем? Тебе он тоже что-то оставил? Мне это не нужно. Главное, чтобы был капс, да? Ну, по правилам, нельзя капсить. А он не капсил, так что все окей. В кадре оперный певец Пашидо Гейминго. Пашидо Гейминго. Гейминго. Что-то очень странное. Перестань, не надо так. Не тебе решать, что мне чувствовать. Пока не передумаешь, подарок будет у меня. Я не передумаю. Какая упрямь. Отказываешься принять прощальный подарок. Крогер. Усатик. Нанят для убийства. Привет, Макс. Как ладнокровно. Финч. Не слово о прическе. Тоже пытается вас убить. Тебе должно быть штыдно. Руки вверх, вылоби. Че готовишь? Бутерброд. Почему ты жаришь бутерброд? Потому что он с яйцом. Хорошо, верю. Мне нравится с желтым смятку. Классная прическа. На что ты намекаешь? На то, что у тебя классная прическа. Я убью тебя на этом самом месте, если будешь... Полегче. Финч успокойся, чувак. Не надо говорить про его прическу, ладно? Нахер сходить с прической, которую... Все, он успокоился. Но-но. Но-но-но. Ты слышала моё нот и видела, что я на тебя смотрю? Вынудила его прострелить на этот красивый пол. И зачем? Непонятно, зачем. За вами двумя охотятся все наёмники Пандура. Вы тут бутербродики готовите. Свяжи её и уходим. Оу, хорошая реакция. Дамочка, ты оставишь себя в дурацкое положение. Ну давай. Стреляй, Фиона. Стреляй. Ты навела пистолет на человека, который развлекается работая живой мишенью. Это когда я пьяный. И я за это беру обычно 40 баксов. Но ты можешь не платить. Ну давай. Я даже не пекну. Я как-то не обратил внимания, что там даже время было. Он француз, немного по-французски акцент. Уйди в задницу. Мне и так на 4 голоса работать, блин. А ты ещё и акцент предлагаешь добавить. Общалось бы хотя бы 2 человека. Тогда ещё окей. Чего ты послушимого? И кто сказал, что он француз? Ничего французского акцента совершенно. Ты же в озвучке хочешь поработать. НИ ОДИН АКТЁР ОЗВУЧКИ не играет несколько голосов одновременно. НИ ОДИН. Потому что это тупо очень сложно. Профессиональные озвучки так никто никогда не делает. Зажигательная шоковая лекарозина. Ты как, чувак? В полном по порядке. Да ладно, можешь же крутого из себя не строить, я пойму. Одноголосой озвучки разве нет? Одноголосой может быть. Эй, чувак. Эй! Бежим. Ну вот даже бутер не съели. Камон. О, я знаю, сколько у тебя пули. Надолго их... Афина. Ваш каш... Кошмарный ассасин. Ненавидит Атлас. Много не... Много же людей хотят вас убить. У него кубики... У него усики, а кубик в кубе. Че кубик в кубе? Че кубик в кубе? Ребят, все эти озвучки, которые вы знаете, все они минимум... Ну, то есть, кубик в кубе, это сколько у них там, два-три голоса, все-таки. Они каждый озвучивают только своим голосом. Только своим. Никто из актеров озвучки никогда в жизни не будет делать несколько голосов одновременно. Если им в каком-то проекте нужно озвучить несколько персонажей... Да, они делают их разными голосами, но они сначала записывают полностью одного персонажа. Потом они полностью записывают другого персонажа, потому что вот так вот переключаться туда-сюда, это сухо невозможно нормально сделать. Это пипец неудобно. Кубик в кубе, там озвучка, один голос. Нет, он не один, их несколько. Там... Господи, там сам Руслан и его жена. Их двое, вроде. По-моему, их еще кто-то им помогал, но все-таки. Любой фан-дап аниме. Вы меня поняли, надеюсь. Там все равно не то. Тем более фан-дап, серьезно? Серьезно? Где фан-дап и где я? Типа, какая связь? Они мои, Крогер. Я думал, ты отошла от дел. Неправильно думал. Господи, как ее озвучивать с этим вот... Робота голосом. Это нереально. Фиона, туда! Как ты любишь это? Ей, счет блокирует мои выстрелы. Саша, хватит, бежим. Нет, Фиона, погоди. Сюда. Погоди. У меня, наверное, был шанс еще в бар побежать, как вариант. Я не успел отреагировать. Ой-ой-ой. Мой блестящий промежноцикл! Беги, не останавливайся. Идите! Залезай, 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 залезай! Эй, ну же прыгай! Загатас, вообще пофиг, как это звучало. Я знаю, как это должно было звучать. А, ну и конечно. Это моя история, захлопнись. Она все еще там? Не вижу. Поверена? Может, она на крышах? Она может быть где угодно. Должно быть она... Берегись! Сейчас вам придет конец. Я не знаю, как ее звучит, это нереально. Думаете, какой-то гиперионский грузчик остановит меня? Погодите, да это полный бред. Грузчики так не умеют. Слушай, ты там был? Нет, а я вот была. Именно это он и сделал. Продолжай! Она вам дохучала. А, следовало спросить до того, как ты швырнул ее через весь город. Блин, вы видели ее лицо? Как же Афина разозлилась? Ее и правда так зовут. А где Риз Иван? У скутера они послали меня за вами. Как мило с их стороны. Что, ну правда ведь? Идите со мной, если хотите свалить. Хорошая отсылка. Идеально. Вот это все очень топ. Отсылка вообще... Вот блин, ладно. Повторяю, последний раз, твари гиперионские. Отвольните! А, погоди, клянусь, клянусь, это наша тачка. Какого черта, чувак? Я знаю дамочек, которые оставили этот вэн здесь. И я уверен, это не вы. Что ж, ладно, не наша, но... Мало того, что гиперионцы, так вы еще и врете мне. В моем собственном гараже, блин. Да и вам морду за это начища. Вы опять пытаетесь переть наш вэн? Ха, я знал это. Господи, вы можете объяснить этому парню, что мы друзья? Эти девчонки ни за что не связались с бискеперионскими чмошниками. Так, хватит, мы не чмошники. Знаю, сволочи. Это наши друзья, Скутер. Че, правда? Ну а, ну спасибо. Ладно, раз вы говорите, что они с вами, я им поверю. Если у вас с девочкой будут проблемы, просто звоните, ладно? Или знаешь, не обязательно быть в беде, чтобы звонить. Или просто захочешь поболтать или присмотришь какой-нибудь ресторан, или... Знаешь, в дороге бывает всякое, то да сё. Спасибо за всё, серьёзно. Караван выглядит потрясающе. Проделал удивительную работу. На, спасибо. Спасибо тебе, ага. Подходите к любому из тачкоматов, садись и катись, если вдруг понадоблюсь. Я навтыкал их по всей Пандоре. Кто она такая? Она, она... Она не из этих, не из... Которые магией швырялись, не из сирен. Она не человек, кто она? Какой-нибудь киборг? Если бы она сказала, ты отличный друг, Скутер, я бы взорвал в гласину. Это да. Мог бы и покрасить. Мог бы. Вспомни костюм паука. Чё? Надеюсь, мы больше не встретим бандитов. Бандитов? Уже давно здесь никто не живёт. Аллое копьё под чистой вырезало их. Поговаривают, будто их трупы по сей день бродят по этим улицам. Саша! Извинение голоса? Ага. Логично. Зато теперь у нас много денег. О, да. Не хочу быть пессимистом, но я не вижу здесь базу Атласа. Тут сплошник. Хом один мусор. Неужели ничего? Хоть раз не может идти по плану. Давайте перестанем ходить вокруг да около. Пойдёмте уже. Ладно, народ, здесь вам не курорт. И мы здесь не для сеансов спасалони. Мы ищем сверхсекретную военную базу. Ладно, не волнуйтесь. Нам просто нужно найти. Уж я-то это сделать сумею. Грибы мухомор пандоровский. Степень ядовитости хуже некуда. Вкус сахарная вата. Серьёзно. Самые вкусные и смертоносные грибы пандоры. Наводит на мысль, что их вывели ботаники с убийственным чувством юмора. Анализ завершён. Клэп ТП производства гипериона Железяка. Предназначено предназначение спутник Стюарт Конферансье. Изобретатель Лоуренс Де Кут. Количество рабочих экземпляров один. Отзывы критиков неоднозначные. Маркус Кинкейт. Профессиональный торговец оружием, начинающий ресторанный критик. Количество проданного оружия 87 базиллионов. Рост высокий. Вес не твоему ума дело. Группа крови, а зачем тебе это знать? Чёрт, Зет, убери нахрен свою иглу. Ветхий рекламный щит. Владелец рекламы неизвестен. Анализ текста. Ужас. Несанкционированный граффити. Возраст 2 года. Получил пощечину рекламной кампании пистолетов торга. Возраст 7 лет. Нравится пиво? Полюбишь? Кли. Реклама местного пива. Возраст 8 лет. Там вообще не пиво написано, а хит. Жару, типа. То ли кто-то невнимательный тоже, то ли чёрт его знает. Водонапорная башня старой гавани изгодовитель местной инженеры. Предназначение там вода. Там вода. Мэр Хоули Смут. Реликвия времён, когда старая гавань миновалась гаванью и была населена не бандитами и или трупами. Линии электропередачи изгодовитель Атлас модель 1-2-1. О, вы только взгляните. Что ж, с этого можно и начать. Питается от удалено. Проводит электричество к удалено, 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 удалено. Следует удалено перед тем, как тебя удалено, используя ужасы Атласа. CL4PTP unit. Отзывы критиков. Наконец-то эта дрянь вырубилась. Привет, экспат. Там такого не было. Ай-яй-яй. Ладно, народ. Народ, взгляните-ка на это. Все кобеля ведут сюда. Раз тут имеется целая система кобелей, они должны быть подключены к чему-то ведь, так? Вон, возраст 27. Последняя импульсивная покупка, вал-у-пэк. Разноцветных маркеров, чтобы отчеты о расходах были веселее. Последний возврат, вал-у-пэк. На них нужно слишком сильно надавливать. Текущее состояние, лучица до-бро-ду-ши-ем. Окей. Зато было во второй борде в самом начале. А, да? Окей, может быть. Распределительный щиток. Модель киловат. Зевса. Статус работает. Энергосистема старой гавни на удивление хороша, учитывая, что она питает заброшенный город. Типичная расточительность Атласа. А вот теперь другой разговор. Неужели это хоть что-то? Оу, мне нравится этот звук. Это ведь хороший звук, да? Ты пока взламывай, а я проведаю грузчика. Ну, конечно. Здорово, дружище. Хо-ой! Да ладно, потом поговорим. Цитата Хаммерлок. Наконец-то он замолчал, когда я слышу этот голос. Мои нервные клетки совершают суицид одна за другой. Я не помню настолько, блин. Хорошо все это. Пипец. Что это за звуки сейчас были? Ну, давай! Слава богу. Феона, возраст 29, место рождения, острая лощина. Текущий инвентарь. Хлам с Пандоры, скрытый пистолет неизвестного производства, один. Красивый гиперенский ботинок ручной работы традиционного... Эээ, тринадцатого размера. Тринадцатого? Не маловато ли? Саша, двадцать четыре года, острая лощина, безработая мошенница, дружелюбно, наверное, известное прозвище, жуткая кидала, ники шкура, шустрострел Мендес и диджей Рэк Атак. Откуда я знаю имя этого диджея? Было какое-то радио в одной из игр, да, или... Где-то я про этого диджея уже читал. Чёрт его знает. И двадцать девять выглядит на двадцать пять. Кому двадцать девять? Этой двадцать четыре, а второй двадцать семь. Кому двадцать девять? А, двадцать девять, лол, реально. Выглядит на двадцать пять. Ну, да, да. Не шку, а шу, шустрострел. Распределительный щиток, изготовитель Атлас. Благодаря исследованиям Гипериона установилось, что сотрудники Атласа оставили холодильник открытым на всю ночь. Да что ж за нафиг, ну давай, ну. Доступ. Я не могу получить к нему доступ. Как я около них оказался, блин. И как же мне наверх тогда забраться? Стоп. А, во. На большее дали не способны, правда ведь? Похоже на тетушку Изольду, которая любит мексиканские истории рассказывать. А? Он умудрился голой ногой застрять в контейнере, серьезно? Ну, ела, серьезно? Именно носком. Теперь он весь... Блин. А, нет, реально бир. Реально пиво. Окей, я неправильно прочитал издалека. Тогда вопросов нет. Нашел еще один. Что он делает в них, я не заметил. Что-то дергает. Ну, он опять не показали. Да что ж такое-то? Да что, бас. Не хотят они, чтобы мы смотрели на это. Класс, это уже второй. Осталось только один найти. Хорошо, хоть и в этот раз не застрял. Он что, киборг? Не-е-е-е. Не, тебе показалось. Привет, девчонки. Привет. Классные носки. На что ты намекаешь? Хорошая пара носков частенько остается незамеченной, хотя она лишь подчеркивает гардероб джентльмена. Постараюсь не забыть. Отлично, но так что... Хочешь забрать свой ботинок? С превеликим удовольствием. Я не смею потом говорить, что я ничего для тебя не сделала. Благодарю, ты меня просто спасла. А что вообще с Феликсом случилось, кстати? А какая тебе разница? Простите меня, конечно, это не мое дело. Жадность заиграла в нем, вот и все. Ладно, тогда пойду дальше базу искать. Мы будем тут. Киборг или человек с протезами? А. Не знаю. Надо было раньше попросить ботинок. Ой, да зачем? И вновь Атлас наносит удар по окружающей среде. Скорее всего, электричество получают с использованием органики, при добыче которой погибло много маленьких зверюшек. И кошки не нужны. Что? Причем здесь кошки? Вообще, обычно, по-моему, вот сюда вставлено было. Кажется. Еее. И готово. Мне знаете, кого этот робот напоминает? Не про Апекс будет вспомнено, но все-таки из Апекса этот, как его? Пассфайндер, что ли? Мать моя, вот эта база. Охренеть. Охренеть. Жесть. Спрятали, пипец. Что? Секретный вход все это время был здесь? Похоже, это и есть та самая база. Дверь была спрятана под землей. А, это Атлас, чувак. Ну и что дальше? Очевидно, что мы зайдем внутрь. Эй, эй, успокойся, смотри, куда ты дадыкаешься этой штукой. Это невероятно. Безупречная архитектура Атласа в полной сохранности. О, да, это фирменный стиль, не тот военный мусор, который мы обычно видим. Согласна с вами. Выглядит круто. Давайте проверим внутри. Может, там еще лучше. Пошла жара. Не-не-не-не-не, сейчас даже прохладно, понимаешь? Ты помнишь? Помнишь, что мы говорили? Прохладно. Ништяк. Здорово, кот. К сожалению, вынужден уйти. Ну, ты забежал. Привет. Снова здрасте. Проект Гортис 01А. Это на базе было написано. Привет, Тим. Кажется, мы пришли куда нужно. О, жуть какая. Что за бойня тут была? Аллое, копье. С ними шутки плохи. Смотрите под ноги, тут могут быть ловушки. Если здесь и правда что-то ценно, возможно, от них охраняли это. Я не вижу никаких сенсоров или дистонаторов на ловушке, тут правда могут быть. Что их, черт возьми, убило? Мне что? А кто? Это дело рука Фины. Можно сказать, мы еще легко отделались. О-о-о. Знакомый символ на двери, смотрите-ка. Мистер 10 миллионов долларов. Блин. Риз и Вон нашли себе друзей, да? Приятно познакомиться. Мне жаль, что мы не встретились при других обстоятельствах. Вон, Риз. Вы же не думали, что я свалю всю грязную работу на август? Некоторые вещи лучше делать самому. Боже мой, как же ты мне надоела. Отвали уже от нас, а. На Пандоре много людей, которых ты можешь доставать. Твоя правда. Но у этих людей нету ягодра Гортиса. Грузчик, сделай что-нибудь. Помогаю. Стоп. Что? А, да ладно. Ты же не думал, что я возьму с собой универсальный пульт управления? Что? Проект Гортис, две половинки ядра, а теперь у нас есть все, чтобы найти хранилище. Шах и мат, Амиго. Какой позор. А ты что думал, Риз? Думал, что можно без спрос убрать мои игрушки и ничего тебе за это не будет? Ты никогда не был дальновидным, вот в чем твоя беда. И поэтому я всегда побеждаю. Скажи, Васкис, разве это не ниже твоего достоинства, если не зайти на Пандоуру, потом еще с этими парнями работать? Оу, Риз, знаешь, я никогда об этом и не думал. Я не слушаю советы уборщиков. Почему, блин, всегда по лицу? Ну, ребята, вы не поверите, какой мне сон снился, это просто... Стоп, 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 что тут было? Это же я его вырубил, да? Парень, я оценю, что ты за мной повторяешь на боже. О, и кто это? Ну, что за принцесска? Подожди! Ай, твою мать! Боёт током. А, да, забыл сказать, не трогай ядро, Август. Спасибо, что предупредил. Придурок. Раз Риза Вилла сделает все за нас, вы же будете слушаться? Если не будете... Что ж тогда, я много чего плохого могу сделать с вашими друзьями. Рытье собственной могилы ещё покажется цветочками. Я не то хотел ответить, но хрен с ним. Привет, Диффер. Не похоже, что у нас ура есть так-то. А вот умница! Два коридора, две детали. Я и мой без пяти минут мертвый уборщик. Пойдём в один коридор, а ты и мисс модная шляпка в другой. Парни, не спускайте с них глаз. Особенно с неё, не верьте ни единому слову. О, так мило. Да, сидите тихо. Уберёт меня руки. Если дёрнуться, пристрелить на месте. Рысь, буду откровенен тебе, и вон удалось меня впечатлить. А это мало кому удаётся. Я удивлён, что вам удалось далеко так зайти. Так, Юга Васкис, Юга Васкис. Ну же, ну же, ну же, что-то помню такое, только вот что... Серьёзно. Просто невероятно. Вам точно кто-то помог. Вы же просто офисный планктон. Так что удивительно, что вы вообще на Пандору приземлиться сумели. Мне до этого вы, тем более, дожить не должны были. Наши друзья, именно они нам помогли. Из нас вышла неплохая такая, знаешь, команда. Ааа, прелесть. Вы умрёте все вместе. Наверное. Грустно. Только нашёл друзей и тут же терять. Ты, наверное, думаешь, что я всего добился сам, и будешь в целом прав. Ну, было время, когда я был на самом дне, и тогда я восхищался одним человеком. Одним. Очень особенным человеком. Красавчиком Джеком. Вы, придурки, всегда так про меня говорите, но я всё равно не понимаю. У нас с ним была одна традиция. Мы встречи... при встрече. Он всегда бил меня по лицу. Всегда. Даже если он был занят, он всегда находил для этого время. Не, не помню, я мать свою бил не только его. Крак прямо в челюсть. Было дело, он мне врезал, когда я пил из кружки. Кажется, он был хорошим человеком. Был. Был. Я скучаю по нему. А, я сейчас с ума зайду. Вертится он у меня, но не помню. Но я... Я продолжу его дело. Почему ты это делаешь? Что? Какая тебе выгода? Ты хочешь денег или отомстить? Мы сейчас пытаемся исправить то, что уже пошло наперекосяк. Мы скрыли сделку от моего босса. Очевидно, что по очень многим причинам это была плохая идея, особенно потому, что ключ оказался подделкой. Вэллари узнала об этом, и теперь нам нужно... Убедите её, что в твоей комнате нечто, стоящее 10 миллионов, которые мы и у неё свистнули. Может быть, тогда она нас не убьёт. Она говорила обо мне? Что? Саша, она говорила обо мне? Вы же сёстры. Вы же, наверное, о многом говорите. Вот интересно, упоминал ли она меня? О, да, всё время говорила. Правда? Да, говорила о том, какой ты придурок. А ты забавная. Слушай, чтобы ты знала, я на тебя зла не держу. Как великодушно. Вспомни эти слова, когда будешь стрелять мне в спину. Да ладно, не надо так. В конце концов, это вы меня нагреть хотели. И ты должен понять, что я желал тебе добра. Я хотел стать для тебя примером. Твоим наставником стать для тебя как отец. Но твоим понижением до уборщика я хотел проверить силу твоего характера. Его твёрдость. Надо признать, ты показал, что у тебя есть яйца, парень. Здоровые стальные яйца. Знаешь ли, у меня не было ничего, но я сумел найти до вершины. А я, когда-то был простым секретарём. А погоди-ка, купюроголовый. А потом меня нашёл Джек. А был лысым и делал операции по пересадке искусственных волос, и я к лысой башке купюры прикладывал. Может быть, на самом деле нас с тобой отличает только то, что сейчас я вооружён, а ты нет. Давай, серьёзно, давай, напомни ему. Хотя это довольно весомое различие. Ну давай, давай, это же будет огонь. Ты же не хочешь упустить такой шанс. Не, не хочу. Мог бы просто попросить снять штаны и показать. Что? Что? Чё, простите? Ты... Такое ощущение, как будто ты не в тот чат писал. Ты с кем-то переписывался, да? В смысле? Кто мог снять штаны? Зачем? Ну он же хотел узнать, есть ли у него яйца. А? Такой себе. Такой себе вариант. Как бы его назвать-то, а? Что это за рама? Твой двойник её не видит? Какой двойник? В смысле? Не видят. Это не двойник вообще-то. Тоже мне. Как бы ты не узнал. Знаешь, мне всегда в тебя нравилось. Твои волосы. Они такие естественные, как и настоящие. Не скажешь, что искусственные. Искусственные? Я пытался быть великодушным. Пошли. Это опять? Как ты его... Когда твой труп привезут на Гелиус для экспериментов, я позабочусь, чтобы мне оставили твои волосы. Надо иногда менять прически. Согласен. А вот это жутко звучало. Друга враг здесь просто перевели как лучший друг. Ээээ, как твой лучший враг. Мать. Что это? Это церебро? Не могу дождаться момента, когда привезут тебя на Гелиус, Рис. А ты это место меня доканала. Тут воняет. Давай побыстрее, ладно? Блин, у меня нет возможности даже киберглаз использовать. Обидно. Нет! Эй! Я просто... Не хочу верить, но она была со мной только, чтобы потом обмануть. Отношения должны строиться на доверии. Не знаю, смогу ли я снова быть с Сашей. Как мне с ней начать разговор на эту тему? Мне кажется, ей немного стыдно за свой поступок. Я уверен, вы не планировали, что вас поймают. Нам с ней нужно поговорить. Обсудить все, дальше. Да, нужно. Ну, мы пришли. Загадость, ты просто громко думаешь, извини. Давай, не пытайся что-нибудь выкинуть. Какой у него симпатичный револьверчик. Кстати. Уже что-то задумала? Если тебе кажется, что я похож на человека, с которым можно шутки шутить, то ты ошибаешься. Блин, надо было к этому моменту подойти на 8 минут позже. Мы бы смогли сейчас прерваться на перерыв на самом интересном месте. Эй, что это за фигня? Нет, 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 нет! Неинтересно, почему только Рис с Фионой могут трогать этой штуке. Неужели, потому что они первые взяли и Прога просто их запомнила? Эй, хорошо поболтали? Не думаю, что ему понравилось. По крайней мере, мне так показалось. Думаю, Саша сильно его задело. Да, я это видел. Ты о чем? Что, что? Ничего, просто так. Элемент Гортиса готов к объединению. Мы поняли, поняли! Что ж, думаю, нам пора. Алекс, привет. Продолжай толкать! А я что, по-твоему, делаю? Это сложно. Программа завершена. Перестраиваю матрицу вероятностей. Это же тот самый робот. Это еще что? Это местный BB-8 женщина-тыча. Это металлический шар. И как он нам поможет попасть в хранилище? Это все, что у нас есть на данный момент. В смысле? Точно. Это наш единственный козырь. Хорошо! Хватай эту штуку и пошли. Что ты делаешь? Ой-ой. Внимание! Устройство Гортиса в опасности. Ну, молодец, идиот! Мать твою! Не-не-не-не-не-не, с ним все в порядке, видите? С ним все в порядке. О, нет, не так все должно быть, Ризи. Совсем не так. Нет проблем, все хорошо. Эй! И сейчас всех убьют. Что-что ты... Наверься мне. Назад! Воу-воу-воу, что она делает? Это не хорошо. Совсем. Риз, Риз, Ризи! Ты должен посидеть меня в свою подсистему, старик. Я могу взломать этих дронов, и я могу точно гарантировать, что никто не умрёт, если, конечно... Если они тебе... Нужны. Я... Просто впусти меня. Я... Вон! Все под контролем, Риз, дай верься мне. Что? Нет-нет-нет, послушай, мы можем взять под контроль, весь завод, парень. Мы можем это сделать. Что бы ты не собиралась сделать, Фиона. Давай. Не-не-не-не-не, вы совершаете большую ошибку. Никто не живёт вечно. Ой-ой-ой. Глаза. И как ты хочешь нас спасти? Просто бросив эту штуку? Дело плохо. Ачивка называется «Чудо инженерии Атласа». Твою мать, серьёзно? Мы эпизод прошли за два с половиной часа всего-навсего. Чё так быстро? Без маски было. Ну или, по крайней мере, с неизменённым лицом. Афина. Первый куш. Часы? Четверо часов или пятеро? И кошелёк. А что если это мама? Что если это мама была? Читово. Всё.